МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что касается здравоохранения, это три новых клиники и больше 20 отремонтированных медучреждений за год. Не отставать от намеченных сроков поможет общественный контроль. На специальном сервисе уже совсем скоро можно будет отследить ход работы на том или ином объекте. Выставка художника-фронтовика Якова Асберга открылась в Ставрополе. Ее посетил глава региона Владимир Владимиров. Он вручил ветерану медаль 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Еще в школе Яков Георгиевич рисовал дружеские шаджи, а после переезда в Ставрополь пошел в художественную студию. Его полотна посвящены красоте Северного Кавказа и других регионов России. Экспозиция художники-солдат из 25 работ будет работать в Краевом доме народного творчества до 2 марта. На Кочубеевской ветроэлектростанции возведено более половины фундаментов. Работы по бетонированию завершены на 43 точках. Армированием и подготовкой к процессу бетонирования одновременно занимается 13 бригад. В ближайшее время на стройплощадке начнется сборка первых ветроэнергетических установок. Отметим, что полноценный водка Чубеевской ВЭС 210 мегаватт в эксплуатацию намечен на конец 2020 года. В Шпаковской районной больнице начался капремонт в двух отделениях – детском и инфекционном. На работы из регионального бюджета выделено более 20 миллионов рублей. Медучреждения со дня ввода в эксплуатацию в начале 70-х ни разу не проводили капитальный ремонт. Подрядчики заменят коммуникации, сантехнику, кровлю, а также реконструируют все помещения. В Александровском районе обновили крупный животноводческий комплекс. Там уже приступили к разведению джерсийской породы коровой здания. Эти животные, к слову, с высоким генетическим и продуктивным потенциалом. В хозяйство завезли 1700 голов породы, что должно увеличить производство молока в крае. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова